В интернете прошла информация. Руководитель администрации главы Республики Калмыкия Чингис Бериков разослал поручение заместителям председателя правительства Калмыкии, администрации города Элисты и прочим руководителям республики прислать справку, содержащую о трёх или пяти достижениях в веренных им организациях и ведомствах. При этом Бериков рекомендует формулировать лаконичное ёмко. Как пишет интернет, это делается для федеральных изданий, в которых должны печататься статьи об успехах Бату Хасикова. Надо полагать, статьи выльются в солидную сумму денег, ибо федеральные издания стоят баснословно дорого. Читая эту информацию, не сведущий человек может подумать – Бериков желает через федеральные СМИ спасти в клочья разодранный и, по сути, никуда не годный имидж своего патрона Бату Хасикова. Но, позволю себе в этом усомниться. Следует вспомнить – её тоже организовал Бериков – декабрьскую публикацию рейтингов губернаторов Правда СЕРМ, которая сотворила сенсацию, подняв рейтинг Хасикова аж на 37-е место. Однако вместо прендиантного удивления случился конфуз. Вскоре выяснилось, что рейтинговая компания Правда СЕРМ оказалась, мягко говоря, не совсем авторитетной. Оказывается, у Правда СЕРМ на период публикации рейтингов, в которых Бату Хасиков был вознесен на недосягаемое для него 37-е место, было всего семь подписчиков, а аудитория составляла всего из десяти человек. Вот так Бериков и компания хотели обмануть свой народ. Тут следует напомнить гражданам Калмыкии, что настоящие солидные фирмы, что меряют рейтинги губернаторов и на чье мнение опирается ВП президента РФ, все как один не понимают нашего главу выше, чем последние места. И вот те же грабли. Опять нанимаются, правда, уже дорогие федеральные здания, а не дешевенькое, правда СЕРМ. Но эффект будет тот же. Следует еще раз обратить внимание на рекомендацию Берикова подавать справки в формате «лаконичная емко». Он это делает с эдакой претензией на имидж делового руководителя, которому знакома чеховская формулировка «Краткость сестра таланта». Но эта формулировка подходит к образу действительно талантливого и успешного руководителя, чего нельзя сказать о нашем Бату Хасиковой, ради которого, собственно, и заварился весь этот цирбор. У калмыков есть поговорка «Хочешь убить дурака – хвали его». На лицо скрытая хвала Бату Хасиковой, мол, надо кратко рассказывать о своих достижениях, подражая великим людям в их скромности. Но это не есть хорошо. Это еще одна бомба замедленного действия, подложенная Бериковым под задницу Бату. Говорить кратко можно тогда, когда народ своими глазами видит созданное правителем. Тут комментарии излишни. И наоборот, если народу нечего показать, правителю нужно с помощью многословия объяснять, почему он народ ничего не видит и не замечает. Бериков поступает коварно. Он напоминает учителя, который хочет избавиться от отстающего ученика и говорит ему «Вот сейчас решишь сложное задание – сразу прославишься, и никто не будет тебя называть дураком». Ясно, что прославиться, решив сложное задание, может только хороший ученик. Но плохой ученик в силу своей слабости верит коварному учителю. Он надеется, как и Меле, сидя на печи, что задания решатся сами собой. В результате плохого ученика ждет еще один позор, и его еще раз обзовут дураком. В жизни человека есть шкала стремлений. Она, как палка, имеет два конца. На одном конце написано слово «идеал», на другом конце написано слово «неидеал». В начале правления Бату Хасиков те, кто верил в него в качестве идеала, предлагали ему историю отца сингапурской нации Лин Ку Аю, который говорил «У меня было два пути. Первый – это воровать и вывести друзей и родственников в списке Forbes, при этом оставив свой народ на голой земле. Второй – это служить своему народу и вывести страну в десятку лучших стран мира. Я выбрал второе». Как и любой правитель, Лин Ку Аю столкнулся с коррупцией в своем окружении. И вот как он с ней справился. «Если вы хотите победить коррупцию», – говорил он своим последователям, – «вы должны быть готовы, без колебаний, отправить в тюрьму своих друзей и семью». Не прошло двух лет, не те, кто верил в Хасикова, теперь иронично замечают. Но какой из нашего Бату Ли Ку Аю? Для их разочарований Хасиков дал много поводов. Вот один из них – родственник Хасикова, так пишет в интернете, председатель ГЭС Николай Арзаев, попадается в полиции в нелегальном угорном доме. Мне кто-то возразит, мол, это не повод сажать в тюрьму. Возможно, но в судебной практике есть статистика, в которой черным по белому говорится, что одним из основных поводов толкающих чиновников на коррупционные преступления есть карточные долги. Учитывая это, Хасикову следовало бы попросить своего родственника уйти в отставку, но Хасиков даже словесно не пожурил того. Из написанного можно сделать вывод – путь Ли Куан Ю нашего Бату не прельщает, его влечет путь, от которого отказался отец сингапургской нации, повторюсь, это воровать и вывести друзей и родственников в списки Форбс, при этом оставив свой народ на голой земле. Алло, да-да, я подъезжаю. Здравствуйте. Да, братан. Да, мам, привет. Ну да, как договаривались. Подмена авто, автохимчистка Биби Вош. Алло, это автохимчистка Биби Вош. Я тут кофе развил. Машина, правда, сегодня нужна. Дел куча. Я видел, у вас новая услуга есть. Все, скоро буду. Услуга «Подменное авто». Биби Вош. Быстро, качественно, удобно. Жизнь разнообразна. Если Бату не подходит к качеству идеала Ли Куан Ю, ему можно легко найти того, кто для цивилизованных граждан не является идеалом. Если Бату хочет держаться за власть и сам жить хорошо, а народ для него стоит на втором месте, то ему надо брать пример с президента Зимбабве Роберта Мугабе. Роберт Мугабе стал рекордсменом как политический долгожитель Зимбабве. Он возглавлял 37 лет. В течение этих 37 лет жизнь в Зимбабве становилась хуже и хуже. В итоге Зимбабве стала самой бедной страной на всем африканском континенте. Кто мог, тот сбежал из страны. Остальные страдают от безработицы и умирают от болезней. Но все как у нас в Калмыкии. Но у Роберта Мугабе была одна удивительная особенность. Несмотря на то, что сам Мугабе, его родственники и друзья утопали в роскоши и прожигали жизнь, а народ Зимбабве при этом нищал и умирал, этот самый народ, на удивление всего цивилизованного мира, вместо того, чтобы ненавидеть, любил своего президента Роберта Мугабе. Даже после своей смерти Мугабе продолжает загранять популярность среди значительной части населения Зимбабве. Этому способствует его имидж борца с колониализмом и защитника прав коренных африканцев от эксплуатации со стороны западных государств и компаний. Что самое смешное, эти самые западные компании на самом деле нещадно эксплуатировали землю и недра Зимбабве, давая банальные взятки Роберта Мугабе. Но простой народ этого знать не хотел. Ухудшение жизни населения политика Мугабе всегда объясняла происками мирового империализма, который хочет народ Зимбабве вновь сделать рабами. Чтобы не стать, вновь рабами говорили и писали они, надо объединиться и сплотиться вокруг своего вождя и гнать поганой метлой всех, кто пытается клеветать на нашего дорогого Роберта Мугабе. Ибо все клеветники есть национал-предатели зимбабвийского народа. С ноября 2017 года день рождения Мугабы 21 февраля объявлен национальным днем молодежи имени Роберта Мугабе. Вот настоящий пример для нашего Батухасикова. Своё неумение руководить республикой он объясняет происками предыдущих глав Кирсана и Орлова, этаких эксплуататоров и угнетателей калмыцкого народа, с которыми теперь ведёт нещадную войну за счастье этого самого народа. Народный освободитель Батухасиков. А то, что большая часть населения не любит Батухасикова, то это можно объяснить происками негодяев-оппозиционеров и, пользуясь терминологией того же Роберта Мугабы, объявить их национал-предателями. Вот самая эффективная схема ежедневных действий для Батухасикова, с помощью которой он, если не 37 лет как Роберт Мугабы, то хотя бы до конца своего пятилетнего срока досидит. А нанятие федеральных изданий для организации искусственной любви народа к Хасикову есть очередная глупость. И вот почему. Из-за отсутствия успехов руководители в своих справках, чтобы угодить Хасикову, соврут. И эта ложь в итоге появится в оплаченных федеральных изданиях. Когда это лукавство будет обнаружено и прочтено гражданами Калмыкии, случится скандал, как это было, уже с правдосером, что в итоге приведет к очередному раздражению народных масс к Бату Хасикову. А это то, к чему на самом деле и стремится Чингис Бериков. Бериков сначала в своей деятельности своими делами и поступками закапывает своего патрона Бату Хасикова. Но тот, подобно библейскому Самсону, не желает видеть предательство своей Далилы. Предвижу, как сторонники Берикова кинутся на меня, обвиняя и напоминая, что я когда-то служил советником у Орлова. Но защитники Берикова должны быть до конца честны и потому должны честно сказать читателям о другом факте, что сам Бериков был возвышен Алексеем Орловым, а теперь изображает перед Хасиковым ярого борца с режимом Орлова. Есть повод задуматься. Статья из ресурса «Доска позора». С уважением, команда канала ZAN Online. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал и делитесь нашим видео. Команда канала ZAN Online благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков. Большое спасибо. Благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил. Реквизиты оказания помощи вы сможете найти в описании под видео. С уважением, Максим Цыденов.